Всем привет, с вами Прия. Пришло время поговорить на такую интересную тему Почему же монах? И ответить на этот вопрос, чтобы всем уж стало точно понятно Потому что в любое время дня и суток я могу дать абсолютно любой ответ на этот вопрос И абсолютно полностью он будет зависеть от моего настроения Ну что ж, начнем Во-первых, выбор монаха взят не просто так Монах это хороший рейдовый танк, весьма мобильный, весьма классный И просто для меня это что-то новое Потому что ранее я играл за воина 7 лет, потом за ДК около года Но при этом, совмещая игру с паладином, друидом танком, ресторшамой даже, чуточку И танком ДХ На них я просто закрывал 15-е ключики, да и все А конкретно, если говорить о мейнах, то на них шел весь рейдовый прогресс Конкретно на ДК последний год И людям сейчас, ну, относительно непривычно видеть меня на монахе Те люди, которые не заходили около полугода или года А есть даже те, которые не заходили по 2 и 2 с половиной И видели меня в последний раз, когда я фармил гарнизоны в Дреноре Слава гарнизонам! У них очень много вопросов насчет этого Насчет изменений в танковании Насчет изменений в выборе моего класса Ну, на самом деле, по второму такому критерию Выбран был монах А именно по вашему выбору В ВК-группе целый месяц С старта июля С самого начала, по-моему И до начала августа Ну да, что-то около месяца Шло голосование, которое было закреплено в самом верху В шапке ВК-группы Как-то принято говорить Так вот, выиграл монах Притом с весьма хорошим отрывом На самом деле У Демонхантера 208 голосов Как у танка, за которого Можно было стартануть в битве за Азерот У друида 276 голосов У монаха 310 голосов Монах выиграл Пришлось делать его В предпатче он был создан В предпатче был он апнут С помощью жетончика за покупку Битвы за Азерот Апнул до 110-го И потихонечку начал его одевать Понимая его ротацию, суть И все, что с этим связано В текущий момент Монах имеет 340-ой эквип Способный Весьма неплохие вещи делать На нем И просто на самом деле Я весьма доволен этим классом Раньше я отрицал его как танка И просто ненавидел Потому что механика пошатывания Крайне не сильной Мне казалось Но теперь, ощутив ее полностью Понял, что Это весьма интересная вещица Но Если кончаются отвары То Все будет очень плохо А если они кончатся То Это говорит лишь об одном Что они Были воспользованы Неправильно Ну либо просто-напросто Скорости мало Так что Как-то так На самом деле Все ради вас Монах выиграл Монах создан Вот и все А мне уже с этим привыкать Не иначе Но конечно будут и Другие танки Прокачиваться В битве за Азерот ДК уже 120 Уже на нем пройдены Все мификансты Уже на нем 335-й эквип Так что Других танков забрасывать Я не собираюсь В ближайшее время Еще скорее всего ДХ Пойдет под прокачку Но пока что Я думаю Мне этого хватит Играть воинам Сейчас смысла особого не вижу Говорят, что Вообще на них все плохо И играть за них не стоит Ну я прекрасно это понимаю Сколько я правильно помню Личный сам отхил Там полностью убран Раньше он хотя бы был От легендарных запястьей Ну а Теперь их нет И поэтому Вроде бы как все плохо И люди жалуются Когда приходят ко мне на стрим Говорят Как хорошо, что ты слез с вары Иначе сейчас бы тоже матерился Негатив свой высказывал Насчет всего этого Ну честно говоря, да Паладин и Друид Я думаю Они будут востребованы В битве за Азерот Конкретно мной И может быть Также будут прокачаны В ближайшее время Все-таки Прокачать до 120 уровня Персонаж Это трата 10-13 часов Таким свободным временем Я обладаю К тому же Можно это растянуть На несколько дней И спокойно все Прокачать Всех персонажей Да и профессиями Чуть-чуть Позаниматься Как вариант Чисто для того Чтобы самому себе Крафтить какие-нибудь Ништячки Ништячки Так что надеюсь Я ответил на ваш вопрос Почему же монах И надеюсь Этот ответ Крайне Как это правильно Говорится По-русски Надеюсь Этот ответ Не то чтобы был вам полезен Надеюсь Он вам абсолютно Все объяснил Надеюсь На то что этот ответ Был Доступен К восприятию Всех вам благ Счастья Здоровья Играйте за правильные классы К которым у вас Лежит душа До скорого